А теперь о матче команд группы А Осер Аякс Итак, состав Осера и состав Аякса изменился Ну, есть и знакомые игроки Литманин 10 номер Овермарс 11 Масса новичков Ну, помимо того, что в Аяксе ушли Райцегер, Дэвидс, Финни, Декану Травмированный Хукстро, Клюверт, Фельдман Эсквистерный Блинт, Рихард Вички, Волтер, Дани Так что Аякс ослаблен Не случайно он сейчас слабо выступает в национальном первенстве команды на 11 месте Имея 7 очков, вот перед вами Аякс Ну и Осер тоже не в лучшем составе Из Осера ушли Лоран Блан, Кристоф Кокар Картен Мартенс, травмируем Патрик Сильвестр Вот нам показывают Осер Ну и смотрим Матч Осер Игра проходила во Франции И Аякс Один из лучших на поле Ярый Литманин, 10 номер Ну И несмотря на вот такие изменения в составе, на потери, на обилие новичков Аякс действовал агрессивно, смотря на то, что команда выступает Команда выступает в гостях И вот Ярый Литманин забил первый мяч В этом матче Случилось В самом начале игры на четвертой минуте Хорошая комбинация Смотрите, проход по флангу И Ярый Литманин Перебрасывает мяч через Голкипер Осера А делал ему передачу Бабанига Прекрасно В прыжке Достал мяч Литманин И переправил его В сетку 1-0 Смотрите, как Такое бурное начало После долгого перерыва появился Овермар в составе Так что все-таки резервы Ну и вот другие молодые игроки В составе Аякса Совсем неплохо смотрятся Судя по этим фрагментам Аякс действует Агрессивно В той же манере, как и Прошлые два года Сейчас в матч в ворота не попадает Это Луис Вангард Главный тренер команды Несмотря на то, что матч проходит во Франции Мы все время видим, как атакует Аякс И предупреждение Равари Вони Получает предупреждение Ток на удар Литманин Рядом стоял Франк Дебур Но бил Литманин Мяч пролетел На крестовинный ворот Красивый Покасы Судя по всему Аякс К этому турниру неплохо подготовился Несмотря на неудачи В национальном первенстве Вот к этой игре Аякс умел собрать силы Несмотря на то, что уже В первых турах В составе Аякса побывало 22 человека 22 игрока Молодые игроки Это Вандерсар Опытный голкипер Еще раз нам вратаря показывает Он сейчас, пожалуй, самый опытный И он сейчас руководит Практически действием Полевых игроков Нет, земляч не попадает Овероманс бил Не попадает в ворота И Литманин хорошо впереди старается Так что, может быть, еще Аякс Ирана похоронили Какое обилие моментов Ну вот Посмотрите, какое преимущество Территориальное у Аякса 39% владения мечом у Асера И 61% у Аякса В первом тайме Ну, второй тайм фрагмента Второго Асер Старается вот Сравнять отсчет И очень спокойно Вандерсар играет Просто сладнокровно Ловит мяч Ну, а действия Передаются Передаются защитникам Во втором тайме Асер старается Большой силы и силами Атаковать И вот Одна из возможностей Для взятия ворот Нет, это не удар по воротам Это Передача На фланг Удар-впадение На мяч не попадает В ворота Прекрасный дриблинг Франк Дебург Ничего не смог сделать А это удар-впадение Счет не меняется 1-0 по-прежнему Выигрывает Аякс И опять липнули Отличные позиции Но, увы Мяч в ворота Не попадает В оттаж Хорошо играет Резанным ударом Пытался обвести Направить мяч Мимо ворота Реалитминга Футболисты Асера Рвутся все вперед И, увы Огоряют оборону И, ой, отслужит Несколько возможностей Было в контратаке Забить еще мяч Хлипман Дошел назад Сейчас прошел К середине поля Обе команды Много атакуют Но мяч в ворота Не идет Дорсал едва не выпустил мяч Мяч подпрыгнул И едва с мячом Не вошел в ворота А теперь уже Другого голкипера Показывают Такое впечатление Что вся игра состояла Из атак Почти Не было Какой-то пассивной игры В центре поля Обе команды много Атаковали Хорошо действовали вратари И поэтому, наверное Мяч лишь однажды Побывал В центре ворота Заканчивается игра 1-0 С таким же счетом Ювендос выиграл У Манчестера Но Достоинство Аякса В том, что команда Уиграла в гостях Итак, 1-0 Победа Аякса